Добрый вечер! На связи психолог Евгения Белова. Сегодня короткий эфир, заключительный по психокибернетике. Продолжаем разбор метода и заключительный сегодня эфир со слайдами, шпаргалками. Шпаргалки можете внизу, перейти по ссылке в ютубе. И также будет книга пластического хирурга Мольца по психокибернетике «Я – это я. Как стать счастливыми?». И продолжаем. Сегодня последняя глава, предпоследняя. Про то, что кризис – это момент принятия решения. Эфир назвала так. Кризис – это развилка на дороге. Один путь ведет к успеху, другой к неудаче. Вопрос принятия решения. Куда мы повернем? В медицине кризис – это поворотный пункт, после которого пациент может пойти на поправку или его положение серьезно осложнится вплоть до смертельного исхода. То есть в любой кризисной ситуации всегда скрыты две возможности, как две дороги. Вопрос выбора, куда мы сознательно пойдем к успеху или к неудаче. И по психокибернетике в любой нашей цели и задаче важно также делать практики воображения, то есть не теряем из виду цель. Каждый день можно визуализировать нашу цель в личной жизни, в профессии. И так мы программируем свое бессознательное на движение к цели. И волнение может нам помогать. Это как полезный симптом, как возбуждение духа. То есть любые спортсмены волнуются перед выступлением. То есть это нормально. Главное, чтобы волнение нас не останавливало. Подходит хороший метод. Вопрос, что может произойти в худшем случае. Просчитываем варианты, понимаем, что страшного ничего не случится. И тогда спокойно действуем. И нам помогает ресурсная мысль. Я могу лишь приобрести, но не потерять. Например, мы звоним клиентам, провели встречу. Максимум, что может сложиться. Ну, человек не станет нашим клиентом. Но мы ничего не потеряли, мы остались при своем. А хорошего, что мы можем приобрести, мы можем приобрести нового клиента. Также важно еще тренироваться в непринужденной атмосфере, как спортсмены. Они тренируются не в условиях кризиса, а каждый день планомерно тренируются. И на соревнованиях уже, да, есть помехи, аплодисменты, что-то еще. Но в целом их тело уже натренировано выполнять свою программу. То есть так и в любой профессии, в любых навыках важно тренироваться в непринужденной атмосфере, чтобы не было стресса. В слайдах-шпаргалках почитайте эксперименты с людьми, также с крысами, с животными. Если мы постоянно на стрессе тренируемся, это не совсем хорошо. Надо как спортсменам тренироваться в непринужденной атмосфере. И тогда в условиях кризиса мы действуем спонтанно. И принимаем решение идти к успеху. То есть мы адекватно видим реальность и решаем задачу, рабочую, либо другую. Подумайте про это, поразмышляйте. И в прошлый эфир мы говорили про то, что у каждого из нас есть право на удачу, на успех. И мы можем вернуть это право, вернуть к себе удачу. Как? Важно, как белочка, собирать орешки на зиму. Из прошлого брать ресурсные смыслы, мифы, оживлять в памяти свои победы. Как? Возвращать те чувства победы на уровне эмоций тела. И с этой позиции мы визуализируем свои цели на будущее и действуем каждый день. Напоминаю, навык активно и мужественно действовать по своей цели и задаче – это про психическое здоровье. Навык искать во всем положительный смысл – это также про психическое здоровье. И напоминаю, что у каждого из нас есть право вернуть себе удачу. Изучайте книгу «Я – это я. Как стать счастливыми». Изучайте метод психокибернетики. И если вдруг где-то мы теряем свою удачу, важно все-таки возвращать себе эту удачу и смело и мужественно действовать по своим целям и задачам. Рада была вас познакомить с методом психокибернетика «Современный революционный метод работы с психикой». Изучайте. Также внизу будет плейлист, который называется «Психокибернетика или исполнение желаний». Там разные темы. Плюс сама книга, она небольшая, 100 страничек. Вы начнете ее читать. Очень интересная, понятная. И упражнения легкие. Рекомендую все-таки эти упражнения делать. Плюс основные моменты могу еще раз проговорить, что важно формировать реалистичный, адекватный образ себя. Это как ключ к успеху, ключ выйти на те результаты, которые мы хотим видеть. Важно избавляться от воображаемого уродства, от гипноза чужих мнений о себе. Важно сознательно ставить цель, давать задания своему рептильному мозгу, мозгу бессознательному. И тогда свои цели и задачи мы реализуем быстрее. Важно, как белочка собирает орешки, так и нам важно фокусироваться на удачных историях из прошлого. Да, мы живые люди, проживали разные ситуации, мы про них помним. Но фокус на успешных историях, на ресурсных смыслах, которые нам помогают сегодня делать активные и смелые шаги по своим целям и задачам. И желаю помнить, что кризис это как развилка на дороге. У нас есть право выбрать дальше повернуть к успеху. Желаю для себя поизучать метод психокибернетика. Применяйте. И рада вас видеть в следующих эфирах. Всем хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok